всем привет сегодня я вам покажу как я работаю со шпинатом как я его обрабатываю как я его готовлю точнее подготавливаю и что я с ним делаю далее ну могу сказать что на данный момент проблема с шпинатом практически решена он круглогодично у нас магазина чего не было раньше но я считаю нужным снять такое видео потому что не во всех регионах шпинат продается круглый год покупая шпинат как правило в такой упаковке в одной упаковке 500 грамм казалось бы это очень много но на самом деле после того как мы шпинат обработаем и приготовим потери его составит примерно 50 60 процентов от общей данной массы шпинат нужно хорошо промыть таком себе содержит очень много песка на что еще хочу обратить внимание при покупке шпината когда берете шпинат обратите внимание чтобы он внутри внутри сам пакет не был влажным если пакет влажный то забудьте про этот шпинат лучше его не покупайте так как он уже начал бродить он уже стал плохим свое время я познакомился со шпинатом ну точнее не совсем тогда еще шпинатом это были начала восьмидесятых годов и один из моих знакомых армянин цурик он рассказывал про то как готовится одно блюдо я тогда конечно так это скептически отнесся я сам родом с казахстана и у нас везде практически везде росла лебеда есть такая трава и вот именно про это лебеда он рассказал как и нужно приготовить и только потом уже позже приехал в германию и отучившись на повара я понял что именно так готовится также шпинат то есть это своего род своего рода лебеда это шпинат но не совсем конечно шпинат но тем не менее можно за неимением шпината оказывается прекрасно кушать и лебеду так это было слишком много текста идем дальше шпинат нужно хорошо промыть вот эти все грубые стебли их нужно удалить если попадаются где-то вялые листья удалить затем шпинатный несколько раз промоем ну что значит несколько раз раза два хватит и будем его отваривать шпинат я промыл почистил в общей сложности я промыл шпинат три раза я сразу же наполняю чашку холодной водой если у вас и морозильник есть лед можете его взять он пригодится если нет работаем без льда взял я 6 литровую кастрюлю добавляю сразу кипятка кипятка примерно 1 и 8 литров то есть 1,8 литров чуть меньше двух литров воду присаливаю соль опускаю аккуратно чтобы не пошла реакция чтобы вода у вас не брызнула не обожгла вас буквально две столовые ложки соли дам воде еще раз закипеть вода кипит и я отправляю сюда шпинат так как количество шпината небольшое я отправляю его весь накрываем крышкой и дам немного повариться ну вот вода закипела и дадим шпинату повариться буквально одну минутку и он будет готов все температуру отключаем и шпинат шумовочкой отбрасываем в холодную воду то есть мы его сразу охлаждаем чтоб он у нас дальше не варился остальное отброшу на сито так будет быстрее охлажденный шпинат отбрасываю на сито отжимаю тем самым избавляясь от излишков воды и сразу взвешу сколько у нас от 500 грамм шпината в общей сложности осталось ну сегодня что-то прям с области фантастики такое вообще очень редко бывает значит в 500 грамм шпината у меня осталось 316 грамм это очень очень хороший результат так ну и шпинат если вы не собираетесь его сегодня есть то его можно прекрасно заморозить я отправлю весь шпинат в мешочек для завтрака так утрамбую его вот так вот и все вот в таком виде я его могу отправить в морозилку если мне понадобится буквально одна порция шпината достав его с морозилки я могу спокойно отрезать столько сколько мне нужно шпинат готов предварительно приготовленный шпинат очень сильно сократит ваше пребывание на кухне то есть готовым продуктом намного быстрее работается если он есть под рукой если вам это видео было интересным делитесь им с вашими друзьями если у вас есть какие-либо пожелания пишите в комментарии а я желаю вам всего самого доброго и до новых встреч